Ридер Покетбук не только можно читать под водой, он даже стирки в машине не боится. Единственный в мире 100% грязи и водозащищающий. Можно мазать акву, едой, обсыпать песком или красками, поливать напитками, а ему ничего не будет. В отличие от смартфона, любой Покетбук держит зарядку 2 месяца, гарантия аж 3 года. Самое безопасное и комфортное чтение только с Покетбуком. Покетбук – самые популярные ридеры в России. Ссылка в описании. Хотелось бы вам озвучить две интересные. Темы первые вчера в Этертас Скворцова заявил о том, что в паспорта будут вносить ваше согласие на трансплантацию. То, о чем я вам говорил, прямо пропорционально загону всех наших граждан электронного стойла, на электронные медкарты, они будут пытаться максимально быстро сформировать рынок, донорский орган. В Москве стоит 30 тысяч на очереди. На запад, во всех аэропортах, женщины с голубыми сумочками в течение часа-двух перевозят любые органы. Ну, распилить человека – это около миллион долларов. Ну, вот как я вам рассказывал про водительское удостоверение с ЧИПом. Про водительское удостоверение с ЧИПом будут вноситься в том числе все ваши медицинские сведения. Поэтому, если данная инициатива Скворцова пройдет в Госдуме в виде закона, она об этом заявила, можно быть совершенно уверенными, что в том, что как только вы покажете паспорт в банке, или вы увидите коллектор, вопрос, что за кредит. А у нас, как известно, вся страна в кредитах, как в репейне, как предложат рассчитаться почкой. И черный рынок будет неимоверен. Ну, вот не знаю я этого человека, но я все равно решил прокомментировать это именно для одного моего подписчика, который задает мне подобные вопросы. Плюс мне еще пришло несколько писем с вопросами, как я отношусь к донорству органов. Я расскажу, как это приблизительно выглядит здесь. Например, конкретно у меня в моем кошельке лежит карта донора. Эти карты мы получаем по почте каждый год. Хотите, заполняйте, хотите, нет. Лично я для себя решил, что я этого хочу. Я заполнил эту карту, поставил свою подпись. И это значит, в случае летального исхода, например, аварии, либо что-то со мной произойдет. И в момент констатации моей полной смерти, если какие-то мои органы еще можно использовать, их будут использовать для других людей. Это было мое личное желание. Среди моих знакомых многие носят эту карточку донора в своих документах. Лично я не вижу в этом ничего плохого. Наоборот, мы живем во времена, когда наконец-то научились трансплантировать органы. И я считаю, что это хорошо. Если мой труп еще поможет кому-то в чем-то, или какой-то мой орган еще послужит какому-то человеку, я не могу сказать, что я буду рад, мне уже будет все равно. Но я вообще за то, чтобы людей не просто бессмысленно кремировали, или, например, закапывали, а все-таки еще могли кому-то чем-то помочь. Это по-человечески, и это нормально. Вот этот человек говорит о том, что якобы будет пометка в паспорте. Скорее всего, именно этот вариант имеется в виду. Я не могу понять, почему таким загробным голосом, или почему с такой настороженностью, или почему он решил, что это будет делаться без желания самого человека. Вот здесь я ставлю вопросы. Никто никогда не занесет вас в базу каких-то доноров, или, например, заполнит эту форму без вашего на то желания. Вы лично должны подписать этот документ и изъявить желание. Дальше, что касается расплатиться почкой за свои долги. А что, собственно говоря, в этом такого уж? Россия – это бедная страна по факту. Там очень много проживает нищих. Это страна третьего мира. А в странах третьего мира действительно люди очень часто продают свои органы, в том числе почки, например, глаза или еще что-то, для того, чтобы расплатиться со своими долгами. Если вы набираете долгу в кучу, вы хотите жить богато, вы хотите ездить на машинах, которые вы не заработали, проживать в квартирах, которые вы не заработали, путешествовать по всему миру, а ведь кто залазит в долги – это именно люди, которые хотят жить непосредством. А потом, когда они вдруг не в состоянии эти долги выплачивать, ну, значит, как в Индии или в других бедных странах, будьте любезны, платите своими органами. Я считаю, что в этом нет ничего такого. Более того, была однажды такая тема, в том числе и у меня на канале, когда была информация о том, готовы ли вы продать свою почку, даже если речь вообще не о долгах, а продать свою почку за 50 или 100 тысяч евро. Тут же несколько человек написали, да, готов, сообщите, куда. Готов продать немедленно. Почему вы так недооцениваете людей? Ведь медицина уже продвинутая, все знают, что с одной почкой можно прекрасно существовать, и очень многие члены семьи отдают свои почки своим близким, проживают потом еще благополучно 30-40 лет. Люди это знают. И почему вы отказываете в праве людям, например, продать свой собственный орган для того, чтобы получить деньги, решить, например, какую-то свою проблему? Я считаю, что у людей должно быть и это право, и в то же время, если вы делаете долги, вы должны понимать, что в один прекрасный момент вам могут предложить, например, такую акцию. И в этом нет абсолютно ничего нечеловеческого или не того, что уже существует сейчас в мире. Но глупо при этом распространять панику и говорить, что людей начнут насильно распотрашивать, что начнут детей пускать на органы. Вот эта чушь может поселиться только в русскоговорящем сегменте. Ни одна приличная больница не возьмет нелегальный донорский орган. То есть откуда-то, как говорят, с Донбасса или еще откуда-нибудь, существуют официальные банки донорские, где все это проверяется. Ну а если в каких-то странах третьего мира, включая в том числе Россию, существуют подпольные больницы, где, я не знаю, какие-то случайные хирурги занимаются подобными вещами, то, скорее всего, это будет раскрыто, так как это непрофессионально. Здесь нужно создавать им такие условия, чтобы им было невыгодно этим заниматься. И заглядывая вперед, я хочу сказать, я вообще хотел делать ролик о профессиях, которые будут в будущем и о профессиях, которые в ближайшее время полностью исчезнут. Так вот, господа, мы должны будем быть готовы к тому, что в будущем мире люди будут жить намного больше, медицина, в том числе наука, меняются. И это значит, что в ближайшее время для не самым главным источником доходов и сверхприбыли это действительно будет торговля органами или различными технологиями, например, микро-роботами, которых можно будет запустить внутрь человека, и он будет заниматься очисткой крови или восстанавливать ваши собственные ткани. Все это будет стоить колоссальных денег, и сначала это смогут позволить себе очень богатые постепенно, возможно, все, но так или иначе. В мире, где люди хотят жить максимально долго или бесконечно долго, на первое место будет выходить подобный вопрос. Главнее или важнее человеку будет не купить ипотеку, например, а купить себе какую-нибудь новую печень или какое-нибудь новое сердце. Это, конечно, безумие, на мой взгляд. Я делал ролик о том, что не нужно стремиться быть старше 80 или 90 лет, это бессмысленно, но, скорее всего, человек будет заниматься в ближайшие 100 лет именно этим вопросом. Продлить себе жизнь максимально, заменить максимальное количество суставов, органов и прожить еще немного, еще дольше. Ну, а для тех, кто до конца не понимает, что такое донорство, я советую посмотреть фильм «Семь жизней» с Уиллом Смитом, снятым бы уже давно, в 2009 году. Посмотрите, не пожалейте. Продолжение следует...